Сьюзен Стифелман. Осознанное родительство. Как стать опорой своему ребенку и открыть ему дорогу в большой мир? Детям, которых мы растим и которые живут в наших сердцах, да пребудет с вами мир, чтобы вы могли безопасно играть на улице, играть и радоваться жизни. Введение. На своей работе Энджи была главной движущей силой. Редактор небольшого журнала, освещавшего вопросы здоровья и благополучия, она делала все эффективно, тщательно и вовремя. Хотя ее сотрудники иногда чувствовали, что она контролирует каждый их шаг. Энджи старалась создать благоприятную рабочую обстановку, предлагая щедрые льготы от гибкого графика удаленной работы до комнаты отдыха с легкими закусками. Но ее жизнь была посвящена не только успешной работе. Каждое утро она медитировала, готовясь к предстоящим делам. До появления детей Энджи и ее муж Эрик старались использовать любую возможность для занятий йогой. Эрик организовал небольшой интернет-магазин и работал дома. Он славился своей способностью мыслить нестандартно и теперь пожинал плоды своего успеха, основанного на творческом подходе и репутации исполнительного и пунктуального человека. Энджи и Эрик очень волновались, когда родился их сын Чарли. Они хотели создать семью, не такую, как была у них самих. У Энджи не было теплых отношений с родителями. Мама ее вообще была алкоголичкой и не участвовала в воспитании детей, предоставив Энджи и ее сестру самим себе. Родители Эрика занимались делами детей, но сверх меры, контролируя каждое движение сына и дочери. Как говорил Эрик, они лишили его и сестру права голоса. Энджи и Эрик вместе решили, что у их детей появится баланс между присмотром и свободой, которого они сами были лишены в детстве. Чарли рос сильной личностью. Родители это радовало. Однако временами мальчик проявлял вздорный характер. Он легко выходил из себя и с трудом успокаивался, едва начав ходить. Чарли устраивал истерики по любому поводу, если что-то шло вразрез с его интересами. Поскольку родители хотели быть заботливыми и сострадательными, они пытались объяснить сыну, почему нельзя что-то получить сразу же. Но это лишь ухудшало ситуацию. Хотя Чарли гордился своим положением большого мальчика, школьника, он плохо справлялся с ограничениями в своей подготовительной группе. Было почти невозможно заставить его спокойно сидеть, даже на короткое время. Он плохо контролировал свои порывы. И если у другого ребенка была интересная игрушка, то он просто отнимал ее. Вскоре после начала занятий в подготовительной группе директор вызвал Энджи и Эрика для разговора. Чарли очень сильно ударил другого ребенка. Эта встреча стала первой из целой череды бесед на тему его плохого поведения. Мальчик не владел собой. Когда Чарли исполнилось четыре года, у него родилась сестра. И истерики еще больше усилились. Родители пытались понять сына, но они не представляли, как с ним справиться. Они просили, разговаривали, угрожали, но потом удовлетворяли его требования. Чарли правил в доме. Разражался длинными, возмущенными тирадами. Так что родители с трудом вспоминали спокойные дни до его рождения. Они растерялись и не представляли себе, как быть мамой и папой одного из таких детей. И каждое утро с трепетом ожидали новых выкрутасов своего сына. Энджи и Эрик полагали, что приверженность развитию собственной личности каким-то образом поможет им получить милого и покладистого мальчика. В конце концов, разве на ребенка не влияет окружение? Любящая и спокойная обстановка в доме и внимательные родители, конечно же, создадут гармонию в семье. Но не в этом случае. Утренние медитации Энджи остались в прошлом. Было очень трудно удержаться, но и она, и Эрик часто обвиняли друг друга. «Если бы ты повел-повела себя с Чарли так, а не иначе, то сегодняшнего скандала можно было избежать». Мне часто приходилось работать с такими супружескими парами. Более 30 лет я работала педагогом, консультантом по воспитанию детей и психотерапевтом. Следуют ли родители по пути личностного развития или просто хотят вырастить счастливых детей без трагедий или значительных неприятностей, у них рано или поздно наступают трудные времена. Отношения с ребенком усложняются, особенно если у него сложный характер или непомерные запросы. Даже если у вас легкий ребенок, вы должны научиться ставить желания и потребности другого существа выше собственных. От бессонных ночей до битв над домашними заданиями все приводит к развитию у нас новых качеств, толерантности, настойчивости и способности перечитывать одну и ту же книгу снова и снова. Вы считаете себя духовным человеком, но иногда чувствуете подавленность, потому что такие недуховные чувства испытываете к своему ребенку. Слова, которые такой человек никогда не собирался произносить, кажется, сами слетают с его губ и звучат громко, слова которые можно назвать как угодно, только неразумными. Но, подобно Энджи и Эрику, мы часто обнаруживаем, что собственный ребенок может научить нас, как никто другой. Книга «Осознанное родительство. Как стать опорой своему ребенку и открыть ему дорогу в большой мир» написана именно об этом. Мы вернемся к Энджи и Эрику позже и посмотрим, как их проблемы с Чарли обернулись полезным для родителей опытом и возможностями для исцеления их собственных проблем, идущих из детства. Ну а теперь позвольте мне поделиться с вами моей собственной историей. Мой материнский путь. Когда мне было 15 лет и я жила в Канзасе, мой старший брат отправился учиться в колледж. Уезжая, он оставил в моей комнате книгу и посоветовал ее прочитать. Это была автобиография йога Парамахансы Йогананды. Два года книга просто так простояла на моей полке, пока однажды я не нашла ее и не погрузилась в нее с головой. Меня захватила история индийца, который встал на путь познания божественного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова